Арсений Селезнев зеробой. Переселяю цыплят уже Д21 заканчивается. Пора переселять уже всех кто вылупился, кто не вылупился. Простите, извините, мы тут ни при чем. Тут 37,4 выставлено и в пудере будет температура 36,7. Ну где-то так в общем. Я переживаю сильно, что тут холодное помещение, переживаю, что там неудобно переставлять, в общем неудобно их будет опускать туда. Сейчас я значит пересыплю. Да, лампы нас на сутки, лампа была включена, тут две лампочки у меня стоит значит и она еще опустилась, тут еще надо будет подматывать, выше делать. Сильно низко, да. Ну тут было вообще нерегулируемое, ничто не регулировалось никаким образом. Так, достану термометр сразу. Пока сюда его. Сейчас перемотаю. Тут и картон прогрелся, в общем все прогрелось. Насколько возможно. Насколько возможно. Подниму повыше. Здесь у меня стоит, вот Артем покажи, этот аппарат который, который можно диммер, который можно регулировать. Диммер, да? Я же не помню как это. Светится диммер зеленым. Да, он ничем не светится. Он простой, такой советский. Так, сейчас я подниму повыше. В общем прикрутил газку, лампа потухла, меньше светит, еле-еле. Регулирует уровень накала нити. Да, он регулирует эту лампу почти до нуля. А лампа классическая. Лампа накала классическая. Выглядят не светодиодные и не экономные. Сейчас я насыплю корма, корма сразу. И там где-то водичка, надо будет водичку еще налить. Где-то тут у меня бутылка с водичкой. Скоро такой простой, не шевелится. Воды мало. О, видно, да? Воду они легко, значит цыплята легко видят воду. Они видят отражение и сразу же понимают, что это вода. В общем, тут проблем никаких. С едой, еду надо будет показывать, что это еда. Приступаем. Маленькие мои. Вот этот один не смог перелезть. Значит тут были 14 человек. Ну идем, идем. Я открываю. Зеркальце это, то есть окно поднимаю. Смотрю, а он лежит и думаю, ну все. Устал. Устал от жизни. А он не смог перелезть. Все, наверное, по нему лезли. Считай. Это второй. Да, два. Третий. Четвертый. Видите, там полосатые есть. Это как полосатые есть. Шестой. Седьмой. 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 Восьмой. Девятый. Десятый. Идем. Одиннадцатый. Девятый. 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 Девятый 17, 18, 19, 20, 21 очко 22, 23, 24, 25, 25 Да что ж такое, ну вставай давай 25? Да, 25 Видно? Ага, что-то видно, да Они уже там землю начали есть Вот там оставалась Оставалась, как его От тех предыдущих цыплят Подстилка такая заляпанная Я думаю не буду убирать Немножко подрастут, я насыплю сено Ух ты как красиво видно Вот это красотень Желтенькие-желтенькие подсвечиваются Так, а я пока посмотрю О, не все яйца Не все яйца Так, были вопросы Насчет того, как я просвечиваю яйца Я буду сюда откладывать Я решил не просвечивать Я решил не просвечивать Как-то было, что просвечивал Это как, ты еще будешь ждать Или им уже все? Не, не, вот эти уже Они вообще не проклюнулись Такие крупные, красивые Сейчас мы посчитаем сколько осталось Здесь Пустых Я Дело в том, что брезгую Кушать яйца после инкубатора Там могут быть микробы Поэтому Ну, яйцо стоит Ой, такое красивое яйцо Какао За это В точках какао Это все пойдет курам, да? Да Это все Проварится Это Нет, цыплятам нет Курам можно Да Помер, да? Ну, они Или пустые Или Не смогли выбраться А яйца большие Да Эти большие яйца Красивые такие были Особенно Вот эти Вот это С цветом какао Ну что Да Да Все Все Без этих Без отверстий То есть Там Вот это Я называю Жирное пятно Жирное кольцо Я называю Это Видно, да? Такое Непонятно что Это Потрескавшееся То есть Оно росло еще Когда покрывалось Скорлупой И еще продолжало расти Я так думаю Прям как кости, да? Да Так Так Вот этой Вот это у меня Водичка была Я поливал Водой Этой Она теплая Наливал в поилку Очень удобно открывать Тут Ага Вот пустая Поилка Вот это самая лучшая Такая поилка Все яйца Считаем Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Одиннадцать яиц Я считал Одиннадцать А вылупилось двадцать пять Значит всего-то сколько было Два Тридцать шесть Тридцать шесть Я думал где-то в районе тридцати семь Ну значит тридцать шесть было О, может посчитали неправильно Еще пересчитаем на видео Да нет, все правильно Я тогда Я не помню Ты тоже считал? Не, я не считал Потому что я не могу И считать, и смотреть И что-то еще делать Значит сейчас я поилку поставил в середине Для того чтобы влажность была выше Ну вы там видели в начале видео, да? В середине поилка была В середине поилка была Показывать пальцем Указательным И они тогда начнут Подражать Затем я поилку поставлю с краю А кормушку посередине Чтобы каждый мог подойти поесть Воду они определяют сами очень быстро По отражению Сейчас наверное добавлю водички Ух, как-то стремно Надо будет что-то сюда вставить Удобная поилка То есть это Наливалка эта Ага, потухла Ох, искра Ну уже какие-то там залезли на кормушку Сейчас я покажу Может видно будет Да, видно Что-то видно Ну все вроде бы кроме последнего были здоровые Шевелились, двигались Может он еще не до конца вылупился Ну то есть вылупился Не пришел в себя До конца Посмотрим Были такие у меня случаи Когда вылуплялись цыплята Ничего не ели Пищали И Потом через пять дней Получается пять дней Пять суток они Могут без еды обходиться Ползали Я пробовал кормить Оно отрыгивает Ну в общем там или Кишечник неправильно сделан Или Или Ну в общем какие-то Я думаю это Недостатки Именно в самом цыпленке Это не инкубатора Не мои Такие же у меня были из-под курицы То есть Бывают С недостатками Какими-то врожденными Дефектами Цыплята Поэтому Такое возможно Ну в принципе эти тоже крупные довольно яйца Да Конечно таких огромных нет как были раньше Вот Это самая крупная Наверное из тех что не вылупилась И Значит Правильно Это проверять На четвертые сутки Яйцо В овоскопе Можно самому сделать Овоскоп Картонка Вырезать отверстие Снизу лампочка Сверху Яйцо Ложится На картонку Потом На восьмые сутки Ну Я во-первых Не смотрю Потому что Эти яйца У меня Выполняют несколько функций Во-первых Они стабилизируют Температуру С остальными яйцами Лежат Тут же все равно Проветривается воздух Гоняется хорошо Под курицей Они дополнительно Как Ну объем создавали И тоже грели Остальные яйца Стабилизировали Если открывают Они немножко Отдают тепло Точно так же как Бутылочка с водой Отдает тепло А потом Когда уже Вылупится Я отдаю все курам И у них происходит праздник Вечеринка 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 для лучших друзей Ого Что это они так брызгают Так может и лопнуть Поэтому Яйцо стоит 2 гривны Ребята Ну нет смысла Кушать с инкубатора яйца Даже если они домашние Гривна 40 Гривна 40 Это самый дешевый У нас вот У нас общий Центр До 3 рублей Российских Да Ну что такое 3 рубля Ну это вообще Это я не знаю Зачем Экономить на своем здоровье Там могут какие-то бациллы Начать раз это Разводиться Сколько стоит яхта Терепаски И сколько яйца 3 рубля А у него яхта Сколько стоит 3 миллиарда Не знаю Долларов Или Рублей Опа Горит 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 Ну вот и накрылась Сутки 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 отработала Аппарат И перестала работать Ты напрямую включил? Не Включил вторую лампочку А напрямую у меня Да Сейчас включу напрямую Надо срочно включать напрямую Ну хорошо что когда мы увидели сами Все своими глазами Он отработал гарантийный срок А сколько лет отработал? 60? Не Вот только что Я же его вчера только подключил Советский какой-то? Да Советский он нулевый Ну то есть не использовался Лежал у нас Ну то есть по гарантии его никто не примет уже Да но Запомните это предприятие И больше в него ничего не покупайте Так что что то поставить такое Ну ка На коробочку поставлю Чтобы как то сделать Размер пошире Говорят все советское хорошее Все советское классное Да ну вот Вот видите это советское Ни разу не делалось ничего ему Ни разу не работало Сутки проработала Первый раз с нуля Коробочная версия Упаковки Дым пошел То есть я даже не думал Что тут дым пойдет Я думал что это Может просто провода подгорели Оно же сбоку дымило Да ладно провода подгорели Значит провод согнут пополам Сам этот медный Медный Медная вот эта Проводка Согнута пополам Вставлена и прикручена Со всей силы Как то какой только может быть Тут не может оно подгореть Шел дым отсюда Ну вот 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 он тут 50 герц 220 вольт 150 ватт То есть он Не А тут 210 То есть ему еще легко Не 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 Сложно Не ему Он тут 75 Лампочка стоит В половину меньше А он на 150 ватт А он на 150 ватт То есть в половину меньше Ровно в половину меньше Ну что поставлю второй У меня точно такой же корпус есть Белый Может этот раскручу Но я особо в электронике не шарить Так что ему Не знаю что делать Да Накрыл газеткой Чтобы он там Меньше испарялось Итак Подведем итоги Вот Вот у нас кстати Видно Да Вот эти красные дуги Такие Это сушилка для обуви 12 ватт Обе 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 на 12 Нет Одна Одна то есть 24 Нет Их же две сейчас Ну как это две Это одна Она одна Она одна 12 ватт написано Ну Значит каждая по 6 Это 6 Это 6 Да Где-то так Наверное Здесь Значит у нас получается Набирается Набирается на вентиляторе Пух Отцеплят А ну Покажи Видно Кого-то это Поколбасило Да Не Он просто Вентилятор Не достает Не знаю Не знаю Что-то я сомневаюсь Что тут Чтобы они доставали Но они как-то перелезли Эту перегородку Наверное один на другого Становился Лесенка И перелезли Потому что я 14 Сюда Отсаживаю Ладно Может в комментариях напишет Может доставать или нет Ну тут в общем Немножко мешает Может кто-то и доставал Но видишь Меня и в прошлый раз Когда были ниже Вот оно было ниже Все равно Пух летал И все равно Пух прилип Так что Вентилятор надо немножко чистить После каждого этого И желательно открывать крышку Сушить После каждого После каждой работы Старайтесь Не держать Закрытым Пока полностью Все не высохло Он у меня Приоткрытый был С прошлого сезона Так что Вентилятор Там сердечник Он стальной Он может ржаветь Втулка Какая-то Там бронзовая Или какая-то В общем С порошковым способом Сделана Ей ничего не будет А вот сердечник Может ржаветь Скрипеть И вентилятор Будет портиться А также смазывайте Вентилятор Значит Этот Лоток Отработал у меня Хорошо Получается Здесь влажность Это дополнительные Дополнительная Поилка Стояла Я налил ее Почти полную Она испарилась Здесь влажность Стояла Высокая 87% Я даже приоткрыл Пробку Не пробку А Окошко Чтобы туда Вытягивало Лишний воздух Все Кто Проклюнулся Вылупились Значит Это скорее всего Пустые Или Те кто слабые Вообще Даже Не проклюнулись Пока Все Хорошо Я вижу Что пока Все хорошо Холодное Помещение Было От Плюс Пяти градусов Сейчас Мы сейчас Посмотрим Сколько Здесь На данный момент Температура Вот Одиннадцать с половиной Градусов Да Там видно У тебя Похорошо Показывает Одиннадцать и шесть В общем Довольно Холодное Помещение Инкубатор Предназначен Для температуры Помещения Не ниже Плюс восемнадцати От тридцати до Восемнадцати градусов Это возможно Это возможно Если поставить Еще одну пару Можно даже Наверное В минусовую Погоду Температуру Это делать Но Меня Немножко Ну В общем Беспокоил Брудер Что нельзя Будет создать Высокую температуру Для цыплят В начале Когда их Только пересажу Поэтому Я В феврале Закладку делал Лютому И Вот У нас Десятое Марта Как все узнали Все Биржи мира Узнали Что у меня Вылупились Цыплята Сразу Нефть Пошла Под откос Все пропало Понимаете Мировая экономика Вся загнулась И так далее Поэтому Подписывайтесь На канал Арсений Селезнел Зверобой Можно Нефти нет Да Нефти нет Цыплята Да Всем пока Ух 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 Продолжение следует...